Всем привет! Сегодня посмотрим, какие желания исполнятся у вас в ближайшее время, какие планы, может быть, реализуются. Вообще, что вам удастся претворить в жизни в самом ближайшем будущем. Тройка кубков. Радость от какого-то успеха, радость от первых результатов, радость от очередной вершины, которую вы покорили. Приятные новости, которых вы ждете давно, о вашем продвижении, о том, что ситуация принимает достаточно приятный, в каких-то аспектах выгодный оборот. Вы очень переживали в последнее время по поводу происходящего, но все-таки радость какая-то будет, хорошие новости, разрешение этой ситуации, облегчение для вас. Вы сегодня стремитесь пойти по новой дороге жизни, быть императрицей, быть человеком независимым, ни от кого, ни от чего. Вы как бы строите свою новую жизнь. Кто-то уже строит, кто-то обдумывает, но как бы обдумывание это уже практически значит стоять на новой дороге. Если человек задумывается о новом, значит реальность его не устраивает. Вас реальность не устраивает. Вы либо обдумываете планы на будущее для того, чтобы занимать трон императрицы, либо уже действуете в этом отношении. В прошлом жизнь показала вам, что вы как-то действовали на авось, скажем так, без уверенности в завтрашнем дне. Вы рискнули, и ваш риск не принес результатов. Ваше ожидание не оправдало этот риск. Потому что помешали люди. Вы поняли, что люди способны очень сильно мешать по жизни. Вот этот аспект вы четко для себя уяснили. Что людская природа до такой степени бывает несовершенна, что надеяться на кого-либо в жизни не стоит вообще. Вот к такому выводу вы не так давно пришли. Тот путь, который вы сейчас избрали для себя, это путь сложный. Потому что правосудие здесь карта выходит. Это путь правды. Но это путь непростой. Вы знаете, выбирают такие пути, кстати, сегодня очень многие. Потому что как-то вот все вдруг поняли, что короткие дороги, к счастью, не ведут. Что вот надо преодолеть что-то, и потом будет хорошо. Но на самом деле преодолевают, да, приходят к финишу. На этих путях, на этих дорогах далеко не каждый. Но процентов 30 из 100 всего лишь доходят до финиша. Потому что на словах это все красиво, а на деле это очень тяжело. Вы сегодня задаете с вопросом, осилите ли вы этот путь. Потому что тут кто-то прям с нуля начинает. Ситуация. Вынуждает вас сегодня быть королевой мечей. Если вы мужчина, ну, соответственно, вы король мечей, да. Человек, который принимает решения сам. Человек, который как-то должен самостоятельно выплывать из тяжелых обстоятельств. Как-то изо всех сил пытается удержать равновесие сегодня. Ну, вот вы поняли главное из прошлого, что ни на кого рассчитывать вы в будущем не будете. Только на себя. Ну, и, в общем-то, мы видим, да, по тройке кубков, что первые результаты у вас будут. Несмотря на то, что ваше положение сегодня такое неприглядное, достаточно тяжелое, все еще достаточно тяжелое. Хотя вот основные трудности уже позади. Но все равно еще тяжеловато. Но будет просвет. Серьезный просвет, прям радость от преодоления какого-то трудного этапа. Да, вот в этой истории у вас поэтапность какая-то и проблематичная поэтапность. Вот один этап, вы как-то проходите очень тяжело. Вот, скорее всего, один этап вы уже прошли. Тяжелое было время для вас сейчас. Вот второй этап, который опять вы пройдете успешно. Вот шаг за шагом вы будете продвигаться к большой цели. В ближайшее время будет радость. Радость, облегчение от того, что задача решена и задача сложная. Еще одно достижение. Вы можете добавить свою копилочку успехов. Вы не спасовали на этой дороге. Вы прошли эту преграду. А значит, стали еще на шаг ближе к успеху, к новой жизни. Вселенная любит борцов. И она, конечно, вам поможет. Обязательно. Посмотрим, как еще желания исполнятся для вас в ближайшее время. Раздумываете вы вообще частенько над тем, что происходит в вашей жизни. Анализируете, возможно, прошлые моменты. Пытаясь найти ответы на какие-то сложные вопросы свои. Такое ощущение, что в жизни у вас нет хорошего наставника, человека, который бы мог вам помочь, посоветовать что-то. Вы все познаете через себя, через свой собственный опыт. Посмотрим, что здесь будет. Здесь идет по восьмерке пентаклей. Исполнение какой-то у нас расклад на тему исполнения желаний. Исполнение желаний в плане финансов. И здесь звезда. Звезда – это расширение ваших возможностей. Но в данном контексте расклада, именно в сфере финансов, в сфере работы. Ирафант. Предложение какого-то от высокопоставленного человека, возможно, вы получаете. Это, как, знаете, счастливый случай для вас. Счастливый случай. Предложение от высокопоставленного человека. Ну, здесь, как вот, оказано вам, доверие будет, да? Ну, на вас будет, возможно, достаточно серьезная миссия по суду. То есть вы должны будете буквально перевернуть пространство. Вы должны будете что-то изменить. Изменить кардинально. Вы можете занимать должность отныне какую-то, да? Вы предложение получаете от вышестоящего начальства. И перед вами стоит глобальная задача, сложная задача. Но вы справитесь. Это еще одно испытание вам в жизни. Но вы победите шестерка жезлов. Победите. У вас есть, по крайней мере, для этого все. Верьте в себя, в свои возможности. У вас ресурс очень хороший, мощный такой, как движущая сила. Поэтому вы можете покорять вершины. Вы можете управлять людьми. Вы можете решать задачи по жизни, да? Руководитель должен уметь решать задачи. Это прежде всего. Если он ни рыба, ни мясо, это не руководитель. Уж простите за такую категоричную оценку, но вот я это вижу так. У вас есть стержень. У вас есть внутренний огонь. Вы реально можете любую задачу решить, ситуацию сдвинуть с мертвой точки. Вы можете толпу за собой повести. Поэтому рассматривайте варианты карьерного роста. Заявляйте о себе смело. Так, чтобы вас видели. Вы замечали ваши способности. И желание исполнится. Какое-то предложение вы получаете. Если работу ищете, да? У вас там собеседование. Покажите максимально тот ресурс, которым вы обладаете. Вы можете плохо ориентироваться там в том, на что вас проверяют. Но если вы человек интересный, если вы беседуете, интересно, да? Поддерживайте. Беседу умеете беседовать. Если вы себя показать умеете с нравственной точки зрения, да? Если вы будете демонстрировать педантичность, это умение вникать в мелочи, разбираться, умение логически выстраивать цепочки, решать задачи. Это очень многое вам даст в будущем. Это большой плюс для вас будет. Потому что вот ошибочно думать, что на собеседованиях оценивают вашу компетенцию. Слушайте, компетентных работников достаточно много. У нас с высшим образованием сейчас очень много людей, поэтому сказать, что кто-то некомпетентен сложно. Каждый очень хорошо ориентируется на том месте, где он находится. Здесь важно показать, насколько вы компанейский человек, насколько вы готовы решать задачи, которые вам предстоит решать. Насколько вы умеете ставить по жизни цели и работать с людьми, общаться, быть командой. Вот это важно. Вот это демонстрируйте. И тогда получите должность, получите хорошую работу. Какие желания исполнятся еще? Солнышко, карта хорошая. Финансовое благополучие. Причем, знаете, вот как у многих в голове не будет укладываться, как вы, королева кубков, можете такой вершины достичь в жизни. Ну, то есть королева кубков, человек, который производит впечатление от такого слабенького, не ставит цели по жизни. Вас воспринимают так. Так, вы почему-то проецируете себя именно вот такой личностью. Не знаю, может быть, вы специально это делаете, да, все-таки королева кубков, это актриса, она играет. Может быть, это вот само по себе получается. Но вам не уйти от финансового благополучия. Все-таки вы больше человек активный, вы больше человек, который должен решать задачи по жизни. Вот вам скучно быть в четырех стенах. Вы должны по жизни решать задачи. Вот это ваша стезя, да, даже если вы сейчас скажете мне, нет, я хочу теплой ниши, я не люблю решать задачи по жизни, мне вот сидеть бы где-нибудь под начальством. Я человек, так сказать, подчиненный, да, от меня мало что зависит. Нет, у вас есть энергетический потенциал очень мощный, который требует выхода. И вам надо реализовывать его где-то повыше, чем вы сегодня находитесь. Какие желания сегодня, ой, в будущем, да, в ближайшее время исполнятся еще? Ну, смотрите, здесь мужчина какой-то входит в ваше пространство. Мужчина, боль принесли вам эти отношения, но человек возвращается к вам. По карте умеренность, чтобы что-то, что-то уладить, да, уладить что-то. Ну, и по карте колесницы он как бы хочет второй шанс от вас получить. Второй шанс. А вы ему говорите, нет, время упущено, время прошло, вот кто-то из прошлого может появиться. А в связи с этим человеком ваши желания вообще какие-то могут исполниться. Луна, сомнительно. Ну, вот эта ситуация нам вот для чего показывают здесь. Для того, чтобы вы понимали, что на фоне тех побед, которые вас ждут, то, что вот вернется кто-то, кто когда-то оставил ваше пространство, на фоне этого всего. Кто-то может заявить о себе, да, вот кто-то заявить о себе может тогда, когда у вас уже все хорошо. Ваши желания все исполнились на самом деле. Вас удовлетворять будет то, что вы имеете. И вдруг кто-то попытается вас втянуть опять в прошлое, поманить в прошлое. Мужчина это либо не мужчина, не важно. Человек, который хотел бы видеть вновь вас в своем пространстве, может вернуться. Шансы есть у вас с этим человек? Император. Император Победа. Ну, Паш Кубков это новый человек все-таки. Человеком из прошлого шансов у вас нет. Исполнение желаний еще в ближайшее время. Что исполнится? Двойка Пентаклей. Победа будет у вас. Победа. Знаете, как предотвратить удар чей-то? Удар. Дьявол здесь у меня на дне колоды. Интриги. Ложь. Да, за вашей спиной что-то нечистое. Готовят вам удар, вы предотвратите этот удар. Семерка Жезлов, карта Победы. Вы не дадите развиваться чьей-то интриги. То есть, смотрите, ваше желание исполнится. Да, вы удержите ситуацию под контролем. Потому что вам это сейчас нужно. Просто удержать ситуацию под контролем. Здесь вам не нужны какие-то победы, удачи, успехи. Вам достаточно ситуацию удерживать в том русле, в котором она сейчас развивается. Это получится сделать. Итоговая карта. Исполнится что? Начинание какое-то будет. Начинание какое-то будет. Очень успешный проект для вас. Реализуется однозначно. Начинание будет. И оно приведет вас, ну, как это сказать, к исполнению вашего желания. К реализации того, что вам задумано, перевернет вашу жизнь. Серьезный такой перелом будет в жизни у вас. Вы об этом даже сейчас и не мечтаете, не задумывайтесь как-то. Вот такой расклад. Надеюсь, информация была вам полезной. У меня сегодня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok